Продолжаем наш эфир. Это Абакан Горсовет Лайф. Это программа, в которой мы говорим о деятельности нашего депутатского корпуса, о тех решениях, о тех вопросах, которые рассматривает Совет депутатов города Абакана. Сегодняшний наш гость — это Александр Алексеевич Петрук, депутат Совета депутатов, председатель Комитета по муниципально-экономической политике и директор ООО «Абакана» на РКСБ. Здравствуйте, Александр Алексеевич. Добрый вечер. Вот, то есть, в принципе, как бы тематика такая у нас уже предновогодняя, наверное, и такая предбюджетная, потому что, в принципе, как бы декабрь, мы знаем уже, вот, Александра Алексеевича, уже на столе предложения газеты Абакана, Абакан официально. Третий год и последующие периоды. Да, то есть проект бюджета, то есть, в принципе, как бы, Александр Алексеевич, вам, наверное, слово, начнем просто, работа с бюджетом уже идет, то есть, как мы отмечали, что срок до 15 ноября, все как положено, все как предусмотрено, как полагается, проект бюджета Абакана на 2023-плановый период 2024-2025 годов, то есть очередной трехлетний бюджет, передан на рассмотрение депутатов, то есть все как положено теперь, вот, я так понимаю, что у вас уже первый круг рассмотрения прошел на комитетах. Предварительно, да, мы ознакомились, прошли так называемые согласительные комиссии внутри комитета, то есть мы рассматривали вопросы, какие могут возникнуть у членов комитета, соответственно, на предложения, которые поступили. Мы всесторонне попытались их рассмотреть с точки зрения, если есть, допустим, инициатива что-то реализовать дополнительно, то, естественно, необходимо подкрепить источник. В связи с тем, как бы, то, что бюджет на 2023 год, он всеобъемлюще затрагивает разные стороны жизни, деятельности нашего города, в том числе и дефицит бюджета в тех пределах максимальных, которые, это возможно, 10%, он также полностью сформирован, то дополнительно каких-то предварительно даже источников, чтобы какие-то хотелки реализовать, мы не смогли найти. То есть желаний отдельных, ну, депутатов с точки зрения реализовать еще что-то дополнительно, тех денег, которые уже были представлены. Источника мы не нашли, к сожалению. Возможно, сам бюджет – это живой, так называемый, документ, который постоянно, каждую сессию, какие-то есть поправки к нему, то есть какие-то статьи можно скорректировать, если это, допустим, прошли торги уже, то есть экономия высвободилась их направить на дополнительные мероприятия, либо наоборот, грядут изменения МРОТа, минимального размера оплаты труда. И если, скажем так, не предусмотрев в бюджете, не заложив средства на повышение зарплаты в связи с увеличением МРОТа, тогда надо будет изыскивать средства. То есть от каких-то мероприятий придется отказываться, чтобы реализовать первоочередное – это выплаты, заработные платы бюджетников. Ну, такой баланс, да, надо всегда… Да, совершенно. То есть баланс, и как бы любое-любое предложение действительно имеет вес. То есть золотое правило работы с бюджетом, если где-то взять, надо где-то чем-то восполнить. Я так понимаю, Александр Сергеевич, у нас тема одна такая прям интересная, она так или иначе здесь уже в бюджете отражена. То есть это тема, которая у всех на слуху, которую мы так или иначе периодически касаемся, тем более, что электротопление, то есть пилотный проект. То есть вот сейчас он в какой стадии? Потому что мы буквально недавно давали информацию о том, что с 8 ноября могут подавать заявки дополнительные. То есть будет дополнительные граждане, дополнительные домохозяйства. То есть, скажем так, круг немножко расширен. То есть как сейчас вот этот пилотный проект? Тем более, понятно, что сейчас, наверное, еще трудно говорить, да? Все-таки первый месяц, наверное. Ну, предварительные итоги мы уже как бы сбили. С учетом прогноза уже, возможно, даже подсчитали, каковы будут расходы бюджета по субсидиям на компенсацию размера стоимости оплаты электроэнергии домовладением, кто использует электротопление. То есть здесь это есть в бюджете? То есть в бюджете, да, это предусмотрено в пределах 40 миллионов. Из них это 20 миллионов городской бюджет и 20 миллионов, соответственно, республиканский бюджет. Это нам доведены лимиты уже на 23 год. Поэтому вот в этих пределах будем продолжать работу. Но здесь не только стоимость возмещения электрической энергии. Здесь также предусмотрен ряд технических мероприятий по развитию сетевого комплекса муниципального образования на балансе абаканских электрических сетей, которые числятся. То есть необходимо, прежде чем расширять границы, это увеличить показатели качества и надежности электроснабжения. Вот в этой части как бы абаканские электрические сети будут ставить дополнительные трансформаторные подстанции, чтобы возможности новых участников не были ограничены. То есть с увеличением количества мощности, соответственно, будут увеличиваться. Поэтому технически реализуем часть мероприятий в 2023 году. И тем самым дополнительно еще будет возможность расширить количество проектируемых домовладений, кто может войти в пилот. Вообще, как бы, пилот запускался с сентября месяца постановлением правительства Республики Хакасия, также постановлением администрации города. Было определено первая очередь, так называемая, туда попали 560 домовладений. Из них вот на сегодняшний день, по информации у нас, порядка 200 участников пилота. И вот в ноябре, буквально в конце ноября, принято дополнительное постановление администрации по расширению границы участников пилота. Еще дополнительно порядка 300 с лишним домовладений. Ну, у меня информация, что это 305 домовладений, которые могут войти в пилот. И вот из этого числа к нам на сегодняшний день пришло 55 человек. То есть из порядка 880 полноценных домовладений, кто может быть, к нам всего обратилось 253. Александр Васильевич, перерываемся, у нас звонок. Еще раз-то наберите, пожалуйста, линия свободно. Вот, то есть наберите, просто мы, как бы, чтобы тему не перерывать, раз уж мы паузу взяли. Сорвался звонок. Вот, но я, как бы, слежу за пультом. То есть получается, что у нас 800, да, то есть это вот две очереди, так, звонок. Здравствуйте. Алло. Алло. Слушаем вас. Здравствуйте. А можно задать вопрос? Конечно. Вот у нас тарифы повысились с 1 декабря. С чем связан этот рост и будет ли традиционное повышение в 2023 году? Спасибо. Буквально недавно у нас по новостным проектам, да, прошла информация? Да, как правило, обычно тарифы для населения меняются летом, то есть с 1 июля. Но в связи с тем, что вот такая вот обстановка у нас не совсем простая, как это раньше мы наблюдали, принято было решение ввести повышение с 1 декабря. И, значит, следующее регулирование тарифов изменения в 2023 году не произойдет, а произойдет 1 июля 2024 года. То есть это такой долгосрочный полуторагодовой период, чтобы можно было планировать, прогнозировать, ну, соответственно, корректировать какие-то изменения в части, вот регулирования, может быть, ресурсников, может быть, там, кто производит ресурсы. Всех касается, видимо, плановая такая работа, да, насколько знаю, допустим, наши те же самые коммунальные предприятия, там, не знаю, там, муниципальные, да, то есть они как бы планируют там какие-то закупки, какую-то деятельность. Совершенно верно. Здесь как бы такой прогноз, на самом деле, необходим, да, поэтому... А пока еще размер тарифа... Ну, вот на сегодняшний день мы тарифы уже для населения знаем, как бы рост в среднем на 9%, то есть вот для городских жителей тариф был рубль 72 с электроплитами, стал рубль 87, ну, а для прочей категории был 2,35, стал 2,67. То есть чего? Как бы это повышение, ну, во-первых, связано, конечно, с тем, что цены выросли, причем прогнозные цены, которые закладывались на 22-й год, рост индекса потребительств цен планировали 6%, на самом деле, вот уже за 10 месяцев посчитали, что индекс роста потребительских цен составил уже 13,9%. То есть по итогу года, как сложится, может быть, и до 15 это дойдет. Ну, вот я так скажу, но очень многие автолюбители после вот определенных событий в жизни России отметили для себя, как резко произошел рост стоимости на те же запчасти автомобильные, на комплектующие, на расходные материалы, что там стоимость не 50, даже не 70 процентов. К сожалению, как бы Европа и тот мир, который мы считали к себе дружественным, показал не совсем себя, к сожалению. Александр Ильич, у нас еще один звонок. Здравствуйте. Алло. Слушаем вас. У меня такой вопрос. Повышение цен на электроэнергию с 1 декабря. А что получается? Еще прошло 3 дня, а конкретно я пошел платить за электроэнергию 2 числа и с меня, извините за слово грубое, шаграли, грубой 87. На каком основании это делается? Спасибо. Жду ответа. Так, ну вот смотрите, 2 числа, скорее всего, тарифы ввели в действие с 1 декабря и необходимо понимание, если потребитель приходит и пытается передать еще и показания 2 декабря, то есть некоторые делают в день оплаты, передают показания, то, соответственно, расчетный период по старым тарифам это 30 ноября, а с 1 декабря уже вот эти 2 дня, которые потребитель пришел, то есть его делают расчет с 1 ноября по 30 ноября, тариф должен быть рубль 72, а вот эти 2 дня декабря, первое и второе, тут уже по тарифу рубль 87. Всегда происходит перерасчет, если потребитель в те сроки, которые определены постановлением правительства, а это обязанность передачи показаний с 23 по 25 каждого числа, чтобы 26 ресурсник мог посчитать и выложить в личный кабинет, либо распечатать счета на оплату коммунальных услуг. Если как бы данное условие не выполняется, а потребитель для себя по привычке, некоторые, допустим, пенсию получают 10 числа, вот он 10 идет и сразу же с пенсии оплачивает полный комплекс коммунальных услуг и, соответственно, передает показания приборов учета. То с учетом вот этого перехода с тарифа с одного на другой в связи с повышением, разбивка идет, исходя из среднесуточного расхода всего периода, который подпадает, и в той части, которая относится к одному тарифному периоду и после того, когда произошло повышение. То есть у нас у меня просто еще по этому поводу такое уточнение, ну, звонок есть, просто здравствуйте. — Алло. — Алло. — Слушаем вас. — Алло, вот. — Говорите, слушаем вас. — Добрый вечер. Вот у меня к теме электроотопления хотелось бы задать вам вопрос. В связи с ухудшением экологической обстановки... — Говорите, говорите. — Слушаем вас. — В 2022 году был запущен пилотный проект по переводу жилых домов с печного на электроотопление. — Какую максимальную сумму компенсации может получить гражданин при использовании электрокотла? И планируется ли увеличить территориальные границы для реализации данного проекта? — Спасибо. Спасибо за вопрос. — Так или иначе, у нас, Александр Алексеевич, возвращают к этой теме? — К деньгам. Возвращаясь теперь к деньгам. Значит, вообще постановлением правительства Республики Хакасия определены нормативы потребления помесячно с учетом возрастания низких температур, то есть от сентября до мая. То есть вначале температура понижается, потом начинает ее постепенное повышение. И вот самые низкие температуры и самый максимальный, скажем, норматив на обогрев выходит на январь месяц. То есть максимальная сумма компенсации по электроотоплению — это 8064 рубля. Минимальная — это вот у нас в сентябре так сложилось, что мы думали, что сентябрь не войдет в рамки пилота. Ну, предполагали, что с октября. Ну, однако, статистика показала, что и в сентябре люди некоторые начинают подтапливаться. Ну и получилось так, что там компенсация всего составила 18 рублей 72 копейки. — То есть немножко задача... Да, за отопительный период, вот мы просчитывали сентябрь и май, если как бы домовладение около 200 квадратов, ровно 200 квадратов, как в постановлении написано, и вот с учетом компенсации 72 копейки с киловатта, итоговая сумма получается порядка 37 600 рублей. То есть за весь отопительный период возможность получения максимального размера субсидий составит 37 560 рублей. — Так, у нас там еще следующий звонок. Здравствуйте. Алло. Слушаем вас. — Алло. — Слушаем вас. — Абоказ 24? — Да, вы в эфире. — Вопрос. На перекрепке улиц Лермонтова и Торосова за автокомплексом есть пустырь. Будет ли он благоустроен? — Спасибо. Понятно. Это вот как раз знаю, где это расположено. Можно сказать, что это рядом с нашей организацией. Там планировалось строительство многоуровневой парковки. Пытались разыграть, но не один из застройщиков в связи с тем, что это не актуально почему-то на сегодняшний день. Это, скажем так, не было реализовано. Чтобы поставить туда, заложить, допустим, какой-то еще многоквартирный дом, не позволяет площадь земельного участка необходимо либо увеличить границы путем переговоров с другими собственниками, частниками, либо принять решение под иной вид. То есть вопрос этот уже неоднократно я слышал от жителей района. Они как бы обращались. И со стороны депутатского корпуса было предложение для администрации города, чтобы рассмотреть возможность использования этого участка земли как парковой зоны. Но на сегодняшний день, чтобы, опять же, реализовать какие-то мероприятия или, в частности, разбить парк, необходим источник. То есть, по сути, можно включить в программу формирование комфортной городской земли? Возможно. Да, совершенно верно. Это в голосовании, да? Да, совершенно верно. То есть, надо пройти процедуру согласования, потом вынести на голосование граждан. Тем более, как бы, либо это софинансирование, либо это пойдет в рамках федеральной программы. То есть, может быть, источником послужить городской бюджет. Но, опять же, это не перспектива 2023 года. То есть, об этом можно говорить, это можно каким-то образом обсуждать. Но, опять же, надо тогда иметь в виду, что какие-то другие первоочередные мероприятия, тогда либо от них надо отказаться, либо вот каким-то иным способом. Но, вообще, как бы, эту информацию мы постоянно озвучиваем. Но в приоритете, конечно, те насущные первоочередные вопросы. Здесь, как бы, хочется, чтобы жители могли выйти рядом в ближайшую зону отдыха. Я знаю, что рядом с Типсеем, спорткомплексом, есть такие формы спортивные, что тут они, как бы, постоянно заняты. Но, как таковой, рядом ближайшей парковой зоны, к сожалению, нет. Это можно либо идти в Преображенский парк, который, там, 800-километр. Ну, я думаю, что это перспектива. Либо там что-то построят. Если нет, то, я думаю, что инициативу такую мы проявим. Здесь надо, наверное, еще с департаментом проконсультироваться. То есть, инициатива граждан, которые могут вносить как-то вот этот объект. То есть, я не могу сказать, просто в голове какой-то механизм просматривается, что заявительный характер от граждан, это как бы рассматривается, потом вносится на голосование. То есть, да, то, что Александр Алексеевич рассказал, на звону просто следующее. Поэтому так тороплюсь комкой. Здравствуйте. Здравствуйте. А можете сказать тарифное отопление с декабря месяца? К сожалению, не готов вам сказать конкретно, сколько стоит у нас гигакалория в городе Абакане. Знаю лишь, что тарифы на воду и на тепло рост составил примерно 11,8%. Где-то чуть больше, где-то чуть меньше. Сейчас на отопление, я так понимаю, должны СГК согласовать с администрацией города, с частью льготников. Другой немножко порядок, да, то есть, немножко не из сферы Александра Алексеевича, то есть, немножко Абакана, энергосбыт к тепловым моментам. Здравствуйте. Здравствуйте, Алексей. Вот знаете, что я хочу задать вам вопрос какой? У нас была такая ситуация недавно, на батарее была воздушная пробка, и мы чуть было не замерзли. Как быть, и почему отопление уходит на 1-2 2023 года, а не на декабрь 2022 года? Ну, трудно сказать, что у вас отдельный звонок просто из нашей столицы, поэтому очень-очень сложно ответить. Честно говоря, вот схема теплоснабжения, она утверждена в городе. Почему развитие идет не так, как пожелал горожанин, я даже не могу сказать. То есть, есть определенная схема, она реализуется в городе Абакане, поэтому, как бы... Да, Александр Алексеевич, не будем на чужое поле переходить, нам, как бы, вот со своим, смотрите, вот, чего у меня первая мысль возникла, да, вот, допустим, 560 в первую очередь, да, домовладение ориентировочно попало, а вот вошло буквально, там, более двух сходов, то есть, ну, половина, да, то есть, чуть меньше, может быть, половина. Да, это вот, чем продиктовано, то, как бы, можно, может быть, какие-то, какие-то выводы уже делали? Ну, я могу лишь предполагать, во-первых, что не все домостроения зарегистрированы, то есть, люди, ну, не спешат вводить в эксплуатацию жилой фонд свой, поскольку это потребует тогда с них платить налоги. То есть, пока это не завершенка, налоги платить не надо. И, тем более, как бы, возможно, ну, не совсем доверяют, что эта программа долгосрочная, скажут, нас сейчас заставят ввести в эксплуатацию, будут собирать налоги, а через год эту программу свернут, а мы уже со своими введенными давами никуда не денемся, это первое. Второй момент, домостроение, ну, вряд ли, там, 200 квадратов, есть гораздо и больше квадратуры, у них, соответственно, вопрос, я полдома буду топить электричеством, а вторые полдомом, углем? То есть, мне невыгодно, получается, электричеством всего 200 квадратов отапливать, дайте мне на все домостроение, и тогда я, может быть, приду к вам. Это вот второй. Третье, это вот, допустим, изначально кто просчитывал стоимость или себестоимость отопления в расчете на один квадратный метр, то есть электричество, газ, там, уголь, еще какие-то, может быть, пилеты. И для себя он определил, что самый низкий тариф, ну, для домостроения, получается уголь. Тем более, есть такие категории граждан, которым уголь, ну, полагается, там, по льготной цене, то есть льготники, либо кто-то получает его бесплатно, как добывают, там, способы разные есть. Ну, туда, да. Поэтому у кого-то стоит там терморобот, котел твердотопливный, поэтому он говорит, у меня все отлажено, я столько денег вложил в это отопление, и использует бурый уголь, у него там, не знаю, может, на тонны 3 стоит бункер, и он засыпал раз в месяц, ему этого хватает. Все в автоматическом режиме происходит, себестоимость, как бы, для него он определил, что меньше рубля, и он счастлив и считает, что, как бы, он с точки зрения экологии ничего такого предосудительного не делает. Ну, то есть, вот такие моменты. А, кстати, с регистрацией, да, в свое время задавался вопросом этим, это еще несколько лет назад, когда, ну, просто на глазах вот эта села застройка 10-го жилого района, ну, как бы, понимаем, что пилотный проект охватывает именно 10-й жилой район Абакана, это то, что к северу от Аскизского тракта, улица Аскизская, задавался вопросом в свое время, а почему нет, допустим, там депутата, да, то есть своего, как бы, на новой круге вроде бы как домов-то много, вот, а вот возник вопрос, что домов-то много зарегистрировано, в лучшем случае, может быть, треть. То есть, может быть, конечно, тут на тот момент еще процесс строительства шел, ну, так или иначе, то есть такая особенность. То есть, в принципе, как бы, вот, то есть, все равно участников мы набираем, да, то есть есть желание, а может быть, кто-то еще оглядывается на трубу, которая вот там проложена тепловиками. Возможно, но вот СГК, они тоже ждут, когда будет коллективная, ну, или так скажем, для одного они трубу не потянут в разводку, в сеть, то есть они ждут, когда накопится количество участников, допустим, вот с улицы там, ну, процентов 50, то есть не менее там, я не знаю, какие точно критерии, ну, допустим, 30 человек, тогда они готовы вытянуть отпаечку и подсоединить часть домовладений. При этом, как бы, потребители тоже задаются вопросом, а сколько будет стоить подключение, это платно или бесплатно, компенсируют это или не компенсируют, то есть каждый хочет, чтобы это было для него бесплатно. Ну, это да. Соответственно, тепловые СГК, они определяют, что если это делать комплексно и в нормативной процедуре, то есть в лотках, с утеплением, на глубину там не менее двух метров, плюс надо еще потом по территории пройти земельного участка непосредственно гражданина, то есть готов он там, может, у него какие-то архитектурные формы, гараж стоит, еще что-то, то есть так просто к дому не подойти. То есть здесь одного желания еще тоже мало. Или лишнее, или что-нибудь еще. Есть такие моменты. Александр Ильич, а как выглядит договор, который заключается с участником этого пилотного проекта? Ведь тут, как бы, понимаешь, что полагаться на честное слово, ну, как бы, вот только так, наверное, да, что человек не будет использовать уголь. Звонок, наверное, премиум, а потом уже к этой теме вернемся. Здравствуйте. Ло, слушаем вас. Вот, то есть здесь, как бы, приходится полагаться на честное слово или какую-то тут что-то подписывающую? Как бы... Обязательно. На честное слово-то полагайся, но, как говорится, документ должен быть. У нас... Уредитель государства. Да, совершенно верно. Мы отчитываемся, мы показываем, когда человек вошел в пилот, то есть у нас подписано соглашение письменное, в двух экземплярах, один для нас, один для потребителя. Там написаны условия. Часть условий – это те, которые обязательны с постановления правительства и постановления администрации города Абакана. То есть три условия. Это домостроение должно быть зарегистрировано, сданно в эксплуатацию. Второе – это домостроение может использовать электроотопление, то есть готово, есть и мощности, и всё остальное. И третье – это, как бы, желание непосредственно самого гражданина. Звонок сейчас поймем. Это, видимо, тот, который сорвался перед этим. Здравствуйте. Алло. Слушаем вас. А это Абакан-24? Да, конечно, слушаем вас. А можно вопрос задать? Конечно. Уже в эфире, да? Да. Вы знаете, у меня такой вопрос. Вот у нас в республике, в районе Вершина-Тёй, проходят многие соревнования, тренировочная база, и там приезжают спортсмены мирового уровня. Вот хотели бы узнать, может ли как-то на будущее продумать организацию транспорта для болельщиков из столицы города? Хорошо. Хороший вопрос, кстати. Спасибо. Какой вопрос? Спасибо. Ну, как бы, я думаю, что междугородными перевозками у нас ведает не администрация города, а, скорее всего, это Министерство транспорта республики Хакасия. В качестве, ну, как предложения, можно выйти с инициативой от, ну, Совета депутатов города Абакана, чтобы, допустим, Минтранс проработал или просчитал вероятность такого маршрута. Вообще, будет он окупаемый, не будет. Переговорил с перевозчиками, готовы ли они такой маршрут обслуживать, поскольку, ну, одного желания, как бы, горожан, одного-два человека, это будет недостаточно для коммерческого использования его и реализации. Ну, да, здесь уже такое выражение, если иногда у перевозчиков довозить воздух, то есть с этим они не согласны. Ну, как бы, как вариант. Так, вот сейчас был звонок, набирайте линии свободно, просто не успел я нажать кнопку. Вот, ну, как бы, вот про электротопление мы, как бы, обговорили, то есть надеюсь, что, в принципе, все вопросы сняты, хотя нет, наверное, один есть, так или иначе, вот, наверное, вам с этим приходилось сталкиваться. Примем звонок, я просто вернусь. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. Ага. Мне хотелось бы задать вопрос Александру Алексеевичу. Да, слушаю вас. Слушаем вас. Ага. Значит, в микрорайоне Арбан, перед Милярной, недалеко от детского сада Дашенька, в принципе, и во дворах в микрорайонах, бродят бездомные собаки. Можно ли попросить отреагировать на ситуацию? Хорошо. Микрорайон Арбан, детский сад Дашенька. Ну, это улица Арбан. Да. У нас как раз, получается, за новостройками туда. Ну, давайте, конечно, мы городским службам данный сигнал перенаправим. У нас же есть такие службы, которые занимаются отловом, а потом стерилизацией, соответственно, и дальнейшей процедурой выпуска после стерилизации беркованием. То есть, хотелось бы только уточнить, насколько там эти стаи агрессивны, не агрессивны. То есть, есть же и пассивные животные. А есть с точки зрения холодов и голода, соответственно, они могут еще и нападать на прохожих и на ребятишек. И это как бы очень такая больная тема. Ну, так или иначе, вы же на сессиях регулярно заслушиваете отчеты, то есть, управление коммунального хозяйства. То есть, как бы это вот тема вам знакома. Тем более, что вот у нас, если не ошибаюсь, буквально осенью на одной сессии было перераспределение средств, да, опять, на как раз дополнительные средства, там, поступили из республики, на отлов животных. Кстати, специалисты управления коммунального хозяйства транспорта, вот так доводилось общаться, они прям рекомендуют. То есть, такой поиск животного, какое-то такое мобильное приложение, вот. Они просят использовать его там, то есть, есть возможность сфотографировать, как-то зафиксировать, как-то признаки описать, чтобы было проще к отловщикам. Вот. Возвращаясь к теме электротопления, один просто вопрос такой, он, как бы, чтобы точки все расставить, возникает вопрос, на поверхности лежит. Да, почему именно 10-й жилой район стал пилотным проектом, вот эта территория? Потому что вот люди, которые по другую сторону москийского тракта, да, то есть, прекрасно знаем 9-й жилой район, да, они говорят, что мы тоже хотели бы в этом участвовать, мы тоже готовы, но почему-то вот именно все в 10-й жилой район ушло, именно пилотный проект. То есть, почему-то... Ну, вот смотрите, первое, это то, что субсидия может направляться только в пределах муниципальной собственности. То есть, поскольку в 10-м жилом районе сетевая компания, муниципально-унитарное предприятие, абаканские электрические сети, и все вот эти электрические сети, подстанции, это все принадлежит городской администрации и стоят в хозведении у электросетей. Электросети их обслуживают. В данной ситуации есть возможность субсидировать мероприятие технологического присоединения там, и в том числе субсидию граждан, непосредственно как бы с точки зрения новизны объекта. То есть, 10-й жилой район, это относительно молодой район города Абакана. С точки зрения сетей, они практически новые. То есть, они строились с учетом тех нагрузок, которые по заявкам были реализованы. То есть, на сегодняшний день комплексно этот район может быть полноценным участником проекта в совокупности. То есть, мы сейчас говорим, что вот тот район, который был определен пилотом, а это порядка на сегодняшний день 880 домостроений, пожалуйста, все 880 приходите, у вас есть такая возможность. То есть, если какой-то брать другой район, 9-й жилой район, он относительно, ну такой уже там и сети не такие новые, можно сказать, есть и ветхие, которые подлежат замене. И в том числе в 9-м жилом районе там часть сетей, это Абаканские электрические сети обслуживают, а вот основная часть это МРСК Сибири, Хакас Энерго. То есть, на момент, когда пилот был запущен, желания участвовать в этом пилоте у МРСК не было в городе. Но сейчас... Ориентировать на своих сетях... Совершенно верно. Но сейчас, как бы, такие переговоры ведутся с руководством МРСК и, в принципе, они готовы участвовать, только есть, опять же, одна проблема. В данном районе свободных мощностей по информации МРСК нет. То есть, подстанция юго-западная уже загружена более чем на 100%. Вот так даже? Да. Требуется реконструкция, а реконструкция это сотни и сотни миллионов рублей. Вот так? Ну тут так-то... То есть, за городские деньги, которые 20 миллионов выделены на 23-й год, эту проблему, ну, никак не решить. И тут момент такой, да, вот мы как раз, раз уж рассказали, пилот, но иногда еще говорили эксперимент. То есть, экспериментировать на своих сетях как бы безопаснее, да? То есть, все-таки свое, на весь свое. А здравствуйте. Алло. Слушаем вас. Алло. Слушаем вас. Вы в эфире. Вот, здравствуй, вопрос такой. Сейчас сложная геополитическая ситуация в мире, и в это непростое время проходит чемпионат мира по футболу. И такой вопрос, Александр Алексеевич, за какую команду вы болеете? Ну, и спасибо, конечно, за вопрос. Вообще, как бы я не фанат футбола, но когда вот играла сборная России в предыдущем чемпионате, я, конечно, наблюдал в то время, которое, ну, разумное. К сожалению, его показывают, как правило, в ночное время, что это надо полуношником быть, сидеть, и в выходной день это как бы возможно. А вот в рабочее время нужно время на отдых, чтобы собраться с силами и другие. Ну, вот недавно просто на выходных случайно вот посмотрел матч, отрывок, там, концовку, играла Южная Корея и Португалия. Вот португальцы, именита такая команда, там много именитых футболистов, однако они проигрались еще там 1-2 Южной Кореи. И вот те эмоции, которые показывали у корейцев, конечно, ну, был восторг. Это говорит о том, что время меняет, что не надо думать, что те, кто раньше считал себя аристократами, что другие как бы не смогут подтянуться к этому уровню. Это к тому, что вот кто считает себя сверхдержавой и к тому, что страны третьего мира тоже умеют себя проявлять и у них есть будущее, к чему они и стремятся. Ну, еще один был показательный матч, это Аргентина и Саудиты, да, то есть, когда Саудовская Аравия. То есть, на самом деле, да, тут все меняется, вот и, как говорится, ну, здесь еще можно просто дополнить, помните, такой старый анекдот, как бы, футбольный, да, так, на чемпионате мира, во время чемпионата мира за кого болеешь? Ну, за Россию, а потом. То есть, еще один звонок. Здравствуйте, слушаем вас. Алло. Слушаем вас, здравствуйте. Здравствуйте, я бы хотела задать вопрос для Александра Алексеевича. Слушаем, пожалуйста. Еще раз добрый вечер. Я играю с работником в бюджетной сфере города Абакана, и мой вопрос таков, скажите, планируется ли рост заработной платы для бюджетников в 2020 году, в 2023 году? Если да, то ни на сколько. Так, ну, значит... Вопрос неожиданный, но в бюджете, наверное, что-то есть. Да, у нас, как бы, в связи с тем, что планируется, вот у нас МРОТ вообще менялся в 2022 году дважды. Первый раз он поменялся с 1 января 2022 года, и с 12,792 стал 13,890. И с 1 июня 2022 года он также был повышен до размера 15,279 рублей. То есть в настоящее время правительство в Госдуму направило проект постановления, где предлагают с 1 января 2023 года минимальный размер оплаты еще увеличить на 6,3% до 16,242 рублей. Вот я предполагаю, что в связи с тем, что, скорее всего, Госдума утвердит до конца декабря данный проект, и он будет реализован с 1 января. Я думаю, что администрация города Абакана для бюджетной сферы заложила и предусмотрела данные изменения. Возможно, 6,3%, возможно, и более. То есть я думаю, что этот бюджет, он учтет данные изменения. Если в какой-то части это не будет реализовано, то будут корректировки, и до конца года все источники, которые должны быть направлены на выплату заработной платы бюджетникам, будут скорректированы. Мы прекрасно знаем, что у нас социально ориентированный бюджет, да, то есть, скорее всего, может быть, и даже с запасом, наверное. То есть все карты наши финансисты вам не раскрывают. Ну, с учетом, наверное, да, то есть здесь. Здравствуйте. Алло. Алло. Слушаем вас. А у меня вопрос для Петруха Александровича. Задавайте. Говорите, пожалуйста. А вот в интернете прочитали такую новость, что жители Хакасии, Камчатки и Сахалина более подвержены воздействию вредных привычек, чем, например, южные регионы Чечня, Ингушетия, что вот табачные деревья, продажи алкоголя и так далее. Как думаете, Александр Алексеевич, чем это может быть известно, что попали в антибиоте в такой? Так, ну, знаете, можно... С электричеством. Да. Как бы можно, конечно, информацию с интернета читать разную. Она бывает, ну, как ложной, фейковой, так и, ну, смотря кто проводил это исследование, как глубоко это проводилось, откуда брали статистику. То есть статистика, она тоже такое дело. Везде же все. Да. Если с желтой прессы собрать, то там может получиться что-то не совсем корректное. Ну, опять же, я хочу что сказать, что здесь все зависит от культуры и в семье, которая, как бы, с детства должна воспитываться в детях, в подростковом возрасте, в становлении личности. И также, как бы, идет ориентация, ну, на спорт, на какие-то увлечения. Вот вспомните 90-е годы, когда разгул был, бандитство, ну, и, то есть мы с Советского Союза пришли к тому, что была вседозволенность в определенной категории, другие, наоборот, в нищете, то есть резкое расслоение общества произошло. Ну, и, как говорится, на той картине, которая была в 90-х, потом 2000-е, и которая сейчас, я думаю, как бы, люди, ну, если сравнивать три десятилетия, кто это пережил, можно сказать, что сейчас, как бы, мы живем, ну, несколько с иными устоями, чем те, которые были в начале 90-х, или, там, все 90-е. Знаете, Александр Васильевич, у меня иногда мысль такая, так закрадывается, что 90-е годы вообще как-то вспоминаются как дурный сон. Ну, совершенно верно. Вот как-то вот, если вспоминают, то вспоминают там 80-е, да, то есть то, что было вот как раз перед этим, да, то есть там какое-то чё-то какие-то такие светлые воспоминания, там, связанные, там, с этим периодом. Более-менее вот свежие воспоминания, да, там, 2000-е как-то, вот они вот где-то что-то вот как-то, а 90-е, они вот, не знаю, наверное, может, свойство человеческой памяти хранить только светлое что такое да наверно как тут вот ну это такая тема просто пока у нас время есть александр сечь атом энергосбыт который у нас с 1 сентября гарантированный поставщик то есть вот эта вот информация прошла и первый же вопрос то есть для жителей хакаси то есть как бы ну там этот вопрос первый же вопрос а что у нас куда у нас бакан энергосбыт привыкли что хакас энергосбыт а бакан энергосбыт да то есть то есть как как структура изменилась то есть какое теперь таким за отношением но скажем так те потребители которые работали и ранее с нами они так и остаются в нашем на нашем обслуживании то есть мы продолжаем работать с ними выставляем счета получаем оплату соответственно решаем сетевой компании вопросы качества электроэнергии подключения и прочее текущую деятельность дело в том что 1 сентября объявился новый гарантирующий поставщик об атом энергосбыт который зашел на республику хакасию вместо свое время у нас хакасский сбыт хакас энергосбыт обслуживал потом потерял статус гарантирующего поставщика участника оптового рынка и ушел под банкротства вместо него функции подхватила сетевая компания пао мрск хакас энерго но создали они свою структуру структурное подразделение энергосбыт хакас энерго и они как бы подхватили функцию гарантирующего поставщика осуществляли обслуживание чтобы потребители не потерялись и как бы это продолжалось на протяжении с восемнадцатого года ну почти четыре года но скажем атом рос атом своей дочки дал поручение взять на обслуживание новую новый регион и вот они как бы условия конкурса который прошел в городе москве выполнили и получили полноправный статус гарантирующий поставщика в республике хакасия и соответственно потребители с потребителями пао мрск хакас энерго энергосбыт были расторгнуты договоры и переданы в обслуживание структуре росатома это атом энергосбыт то есть теперь у нас на территории продолжает работать три гарантирующего поставщика это вот крупный такой кто обслуживает и бытовых и на промышленные предприятия по республике кроме города абакана это и объектов ржд это вот как раз атом энергосбыт есть у нас гарантирующий поставщик рус энергосбыт они работают в пределах сетевого комплекса ржд и вот абакан энергосбыт мы работаем в границах территориальных города абакана где сетевая компания абаканские электрические сети тогда другой вопрос возникает мы упомянули что в девятом жилом районе и сети смешанные то есть они так и остались там да совершенно верно рост рост сети как ас энерго они владельцы ну скажем так от аскизского тракта до улицы центральной от центральной улицы до южной дамбы это абаканские электрические сети до улицы рублева по моему а там дальше опять идут мрск сети и вот как раз реализация пилота возможно было только в той части где абаканские электрические сети но в связи с тем что как бы заперты мощности то есть одноточечно нельзя потому что получается мы лишаем возможности других жителей этого района также стать участниками скажешь почему вот иванову можно а мне петрову нельзя я тоже хочу оказывается технической возможности нет чтобы для нового у потенциального участника дать возможность подключить электрокотелку ему просто будет отказ в связи с тем что нет технической возможности пусть нет мощностей мощности все выбраны то есть получается что у нас сети не сети поменяли скажем так собственника просто другой поставщик да да сейчас поставщик будет просто другой они тоже готовы но опять же первое наипервейшее что идет это возможность технической реализации то есть допустим атом энергосбыт и абакан энергосбыт мы готовы в пилот включать новых участников тем более как бы атом энергосбыт участвует в пилоте в белом яре то есть там администрация района поддержала данную инициативу они готовы развивать и уже атом энергосбыт там начал по моему они с ноября зашли не могу как бы я так это хорошо уверенно идет много собака ну рядышком да они как бы пытается копировать некоторые условия одном на каких конкретно я как бы соглашение не видел не читал но движение и там началось то есть там не не в тех мощностях которые в городе то есть в городе мощности не ограничивают то есть сколько ты запросил и сколько у тебя на сегодняшний день есть ты можешь всеми этими мощностями войти в пилот знаю что по белому яру было ограничение в связи с тем что возможно также дефицит мощности и там возможно как бы в начале 5 киловатт потом 10 киловатт сейчас слышал что разрешили до 15 киловатт входить в пилот но это опять же по улицам есть как определенной улице где можно войти если у тебя мощность не превышает вот такого-то размера как 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 интересно да вакант таким ориентиром для муниципалитетов является да то есть теперь просто у нас белый ярун такой собрат близнец да то есть просто сразу школа тысячи мест которые у нас в арбане строится там точно такая же по такому же проекту то есть пилот там пилот ну как бы да это то есть хорошо и правильно наверно да немножко буквально раз уж мы затронули абакан энергосбыт лесен сечь я понимаю что вот достаточно скоро вот сейчас мы увидим проект бюджета следующие в декабре выйдет собственно говоря приложение к же дельнику абакан уже с готовым бюджетом утвержденным сессии горсовета но так или иначе в январе выйдет наверно феврале в начале февраля выйдет такой достаточно плотный опять таки выпуск это отчет администрация бакана работе за получается две тысячи отстреливают и так или иначе всегда там есть раздела бакан энергосбыт то есть как для вас этот год прошу ну скажу так что в принципе те задачи которые перед нами стояли мы достойно выполнили участие в пилоте как бы подтвердило то что мы не боимся брать на себя обязательств то есть с одной стороны как бы это добавилось расчетов добавилась скидки вот расчет этих субсидий потом рассрочка по оплате то есть получается гражданин нам в совокупности должен оплачивать 10 числа полный объем а здесь как бы у нас растянуто гражданин в своей доле платит до 10 числа потом в остальной доли там есть разбивка до 18 числа принятие решения со стороны администрации они проверяют вот ответственно это управление коммунальное хозяйство и транспорт то есть они проверяют наш отчет расчеты которые мы представили правильность этих расчетов уже потом принимается решение выдать субсидию или не выдать позже у них для того чтобы скажем так распорядители бюджетных средств запрос в бфу соответственно бфу в своей доле производит оплату далее идет заявка на вторую долю оплаты со стороны минфина республики хакасия и вот эта вся процедура она скажем так до месяца растянута по времени мы показываем по сути дела только верхушку этого айсберга этой работы да то есть как бы с точки с точки зрения платежной дисциплины для энергосбыта это невыгодно то есть мы делаем рассрочку в платеже в размере одного месяца а это естественно как бы социальной направленности проект но в то же время это должно быть ну как бы с позиции экологичности то есть мы хотим добиться эффекта если как бы не все участники то полноценной эффекта нет и соответственно хотелось бы чтобы участниками этого пилота были вот рядом у нас чапаева по розы ветров дальше идет сапогово то есть оттуда тянет на город еще у нас есть такая рядом агломерация так калинина калинина один калинина два калинина три а поскольку мы в одной котловине находимся соответственно дышать придется всем пока ветра нету это прям целая проблема да ну вот 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 такая просто время у нас и буквально истекает но я думаю что с хорошими результатами с хорошим настроением выйдите на день энергетика в этом году то есть в принципе но осталось бы завершение года буквально недели чуть меньше просто думаю что мы поздравим сюжет с ним приедем я напомню это был горсовет абакан горсовет life это проект посвященный нашему наша деятельность нашего депутатского корпуса сегодня нашим гостем был александр алексеевич петрук депутат совета депутатов председатель комитета по муниципально-экономической политики директор абакан энергосбыта то есть принципе как бы депутатский контроль как бы депутатской участия такой том числе и как бы в таком экологическом проекте о котором много говорили в этом что не последний раз встречаемся будет о чем поговорить потому что вы наверно по многих комиссиях руку на пульс приглашают участвую все на этом на сегодня все до свидания спасибо спасибо решили доброго вечера всем